Руслан Малиновский разобрался с Байером. Аталанта и Гэвис Стэдиум принимали ливеркузенцев в 1-8 Лиге Европы. Выход на поле украинца имел решающее для хозяев значение. Команда из Бергама не стала форсировать события с первых минут. Гости, напротив, нацелились на ворота Жоана Мусса с самого начала встречи. Фармацевты получили дивиденды в виде гола уже на 11-й минуте. Чарльз Арангис открыл счет ударом в нижний угол. А на 23-й минуте за дело взялся сам Руслан Малиновский. Выбрав правильную позицию в центре штрафной площади, он нанес точный удар. 1-1. Неплохо для начала. Но этот почин получил продолжение. Через 2 минуты Руслан вывел на удар Луиса Мурьеля. Колубийц не промахнулся. Эта же связка сработала и в начале второго тайма. Украинец нашел мячом Мурьеля снова, и тот оформил дубль. 3-1. Байер пошел ва-банк и один гол отыграл. Муса Диайби, заворожив защитников, пробил дальний угол. 3-2. Реджина Делли Провенчале, как называют Аталанту, королева провинциалов, викторию не упустила. Байер хоть и забил два гола, но очков не набрал. А Малиновский и мяч забил, и два ассиста выдал. Забивной полузащитник с 10 голами в числе лидеров бомбардирской статистики уступает лишь Дувану Сапати, у которого 12. Такая же ситуация в рейтинге ассистентов. Пять голевых пасов Хавбека против семи колумбийца. Бергамаскам предстоит ответная игра на бай-арене в Ливеркузине. Но сначала домашний матч в серии А с аутсайдером Дженуа. Чем не повод улучшить личную статистику? Продолжение следует...